Я приехал к вам, чтобы отчитаться от имени своих товарищей о работе, проделанной в парламенте, а с другой стороны, посоветоваться с вами, как будем жить дальше, что будем делать, а самое главное, как мы сможем сегодня объединить народ Украины. Мы вам сказали, что мы приехали сюда на полтора часа, и там все будет лучше. А сколько обещали денег? По 20. А вы ж школьники в школе учились. А кто собирал вы них? Вы сейчас ждете денег? Они сегодня говорят о том, как им тяжела эта копейка, которую они зарабатывают для того, чтобы жить дальше и кормить свои семьи. Поэтому, дорогие, я отчитываясь перед вами от имени своих товарищей, хочу сказать, наша позиция в те годы, как и последний политический год в парламенте, была принципиальной, четкой, открытой и, самое главное, последовательной. Сколько вам обещали денег за участие в митинге? 20 гривен. 20 гривен. А ты в школе, в какой школе учишься? В Одессе. В Одессе, да? А это взрослые собирали или такие же, как ты, сверстники? Повзрослее меня. Повзрослее тебя, да? И сказали, придешь на митинг, да? Да. Окей. А ты, ну, не боишься, что там кинутки, да, или еще что-то? Да нет. А часто ходишь на такие митинги? Первый раз. Первый раз, да. В те годы фракция Компартия ведет решительную борьбу, протестуя против политики, навязанной крупным капиталом, политики и так называемых рефор, а по сути дела уничтожения нашей страны. Мы сегодня стоим на страже рабочего человека, она будет понятна каждому, кто хочет разобраться, а не только, так скажем, прочитать тех, которые кревещутся нашим с вами жить, обслуживая интересы олигархов и обслуживая их алчные интересы на живых.